Ну что, работяги, запускаем! Общение на максималках на самом быстром мобильном интернете в стране. Мегафон, включайся! Десять секунд остаются! Смотрим, это будет игра между европейским коллективом НИП и коллективом из Юго-Восточной Азии FNATIC. С вами Мила и Форс. Мила, привет! Добрый день, Никита! Добрый день всем зрителям! Абсолютно верно, наконец-то начинается мажор. Для того, кто не знает, в принципе, четыре группы. В каждой группе четыре команды. Две попадают в верхнюю сетку, две попадают в нижнюю. Мы начинаем свою трансляцию с группы АБ. Будут играть у нас FNATIC против НИП. И, кстати, матчи, на самом деле, на мой взгляд, очень интересные, потому что команды, опять же, на мой взгляд, приблизительно равные. Как ты считаешь? Да, сейчас еще дота такая, что каждый может обыграть... Ну, блин, это уже я давным-давно говорю, что каждый может обыграть каждого. Но, в целом, если это не Secret, Virtus.pro и... Ну, я не знаю. Наверное, EG и Liquid, то, в принципе, практически про все команды, присутствующие на мажоре, можно сказать, что они там более-менее равны. Да, что в любой из встреч, там, что там... НИП, FNATIC, что там FNATIC и Infamous, там... Вот все в этом духе. Мы, ну, не удивимся, если будет 2-1, да, что там будет 3 карты, что одна команда какую-нибудь карту отожмет, в принципе. И то, вот я из вышеперечисленных команд... Ну, туда, наверное, еще LGD можно добавить. Наверное. Ну, да. Они тоже, вроде бы, как очень сильно играют. В принципе, в каждом регионе, да. В SNG это Virtus.pro, в Америке это EG, в Китае это LGD, ну, в Европе это Secret League, да. Да, вот в Юго-Восточной Азии у нас есть сильные команды, но они пока не дотягивают до уровня вот вышеуказанных регионов. Ну, и в Америке, в Южной там тоже регион только начинает развиваться, поэтому там пока прям объективно тир-1 команд, объективно суперсильных коллективов нет, на мой взгляд. Но будем надеяться, что ситуация когда-нибудь изменится, потому что каждый раз, когда ты смотришь на квалификации в Юго-Восточном... Ой, не в Юго-Восточном, а в Южноамериканском регионе, ну, волосы, конечно, дымом встают, как там команды прям во время квал могут задисбандиться, да, там что-нибудь такое, там технические поражения очень часто дают, это плохо, это не спортивно, надо, чтобы больше людей там играл, да. Я сразу поняла, что ты не смотрел квалификации Индии, да? Ну, я представляю себя, да, я себе готов представить. О, нет, Никита, я думаю, что... Хорошо, но вообще я понимаю, почему Индия была, все-таки турнир непосредственно в Индии проходит, не этот, поэтому они решили подогреть, скажем так, местную публику. Ну да, да, да. Но, тем не менее, конечно, уровень игры достаточно низок, примерно то же самое, что и в Южной Америке, в принципе. Да, мне кажется, в Южной Америке посильнее даже люди. Ну, то есть, сильных игроков в Южной Америке-то, по крайней мере, ну, они, по крайней мере, на турниры ездят. Я вот не знаю, может быть, я просто плохо знаю сцену, ну, вообще я плохо знаю сцену, но я что-то не припомню реально какого-то сильного, мощного игрока из Индии. Вот я не помню. Ну, то же самое, аналогично. То есть, как бы ты можешь назвать там сильного игрока француза, да, сильного игрока, там, я не знаю, американца. Можешь из Китая назвать сильного игрока русского, украинца, там, я не знаю, в принципе, белорусы тоже сильные игроки. Ну, то есть, вот из всех вот регионов, да, ты можешь, в принципе, кого-то найти. А вот в регионе, если в Индии, как бы так, отдельно, Индия, это, наверное, все-таки к Юго-Восточной Азии ближе. И вот что-то на квалификациях в Юго-Восточной Азии, Я что-то не помню команды из Индии Поэтому да Ладно, давай, наверное, ближе к драфту Мы можем с тобой так очень долго, мне кажется, разговаривать Да, согласна В заключении скажем, что будем надеяться, что и в Индии Когда-то появятся свои тир-один команды И в Юго-Восточной Боже мой, в Южной Америке Что-то у меня тянет все на Юго-Восточную Азию Появятся свои сильные тир-один команды Свои сильные игроки, свои звезды Ну а пока у нас противостояние Нипов-Натик, это первая карта Nature's Profit, Ember Spirit, Тинни у Нипов Титан, Вайпер, Орако, Лоун Друид У Фнатиков Ну тут сразу же два сильных метовых персонажа Мы видим в одной команде Ember Spirit и другой Вайпер Коры, которые Разбираются прям ферст-пиками Появляется Некрофос, которые на Прошлом майнере, на последнем майнере Показали Вич Гейминг Который, собственно, в общем-то, майнер и выиграли Вообще с этим Некрофосом Они Я не помню Он, по-моему, всего лишь одну карту проиграл за весь турнир Этот Некрофос И то он проиграл эту карту В финале Гамбит Против Вич Гейминг Когда Гамбит забрали Некрофоса Они бы украли У Вич Гейминг Не дали им его пикнуть И в итоге с ним проиграли Но это, кстати говоря, была самая близкая карта Если что То есть две остальных Это просто в одну калитку И без шансов То есть как бы это Ну, говорит о силе персонажа Что даже команда, которая проигрывала очень-очень серьезно своему оппоненту в финале Взяв Некрофоса Смогла там как-то хотя бы покочевряжиться Продержаться 60 минут Она, кстати, могла еще и выиграть Эта команда С этим Некрофосом Я так скажу Но на самом деле Все-таки очень жестко Когда ты убиваешь с помощью косы Дополнительное время в таверне А если ты после байбека еще у кого-нибудь умудряешься убить Этого героя вообще просто можно отправить там за покупками или куда-нибудь Потому что правда это слишком много времени Когда ты должен потом находиться без героя И против него ты постоянно должен понимать Что может быть такая ситуация И с байбеками должен быть максимально готов к такой ситуации У Некрофоса У Некрофоса Да нет В лейте Ну ты конечно права Но в лейте в принципе Если ты играешь без байбека Если ты умираешь Как правило игра заканчивается Ну или ты очень сильно теряешь инициативу Тоже верно Да, теряешь инициативу очень сильно И там тут же либо Рошан Либо минус сторона Либо минус там сторона Это четыре вышки Если у тебя по бокам стоят еще какие-то внешние товары Силы Некрофоса Она и в этом тоже Но в том числе в его невероятно Ну как бы устойчивости на линии Очень тяжело с ним справиться Сейчас посмотрим Здесь у нас инигма появляется Я так разумею Кто тут на инигме-то Четверка инигма Не, наверное все-таки тройка Наверное тройка Ну да, Некрофос я так понимаю В мид идет против вайпера Да Ну ему норм Там должно быть Вот Я просто подумал Может его лучше против медведя как-то воткнуть Потому что против медведя ему вроде как вообще должно быть комфортно Но тут медведь у нас на легкой Поэтому придется Некрофосу в мид идти Замечательный пик на мой взгляд у нипов Имеется неплохой, при том очень неплохой пуш потенциал Даже если взять Энигма с идолонами Плюс Тинни со своей палкой Форион Тут все просто Плюс подхил от Некро имеется И достаточно рано Они при желании могут зайти на хайграунд И лейт потенциал у них также неплохой За счет того же самого Эмберспирита При том очень много возможностей есть Благодаря тому, что Если что-то пойдет не так Форион может начать там сплитом заниматься Постоянно линии пушить Амберспирит Если пойдет через Тревела Также этим может заняться И Фнатикам нужно будет Именно очень хорошо проводить замесы Ну и разумеется Иметь какого-то героя Который будет отпушивать все это дело Ну и плюс еще Добавим сюда Энигму С которым пока нечем совладать Скажем так То есть если мы увидим Рано или поздно БКБ плюс Блинк У Энигмы То будет очень трудно играть И Фнатикам даже закрыть вот нечем Ну им скорее всего не Энигму надо закрывать А какого-то Эмбера Им герой, я так понимаю На сложную линию нужен Сейчас ласт пиком Им по-хорошему сделать так Чтобы Эмбера не было фрифарма Если задать какой-то темп хороший То Энигму можно особо так и не бояться Но если ты и Эмберу дашь нафармить И Некрофос в миде простоит То там и Энигма догонит И Nature's Prophet со своими артефактами То есть придется против всего этого бороться Вот так что наверное Надо сейчас не про Энигму думать Как бы там закрытым Какой-то контрпик соображать А взять просто сильную линию Вот с Титанами Не знаю есть Вот Брюмастер по-моему идеально Вот здесь будет Брюмастер или Бистмастер Бистмастер есть Кстати говоря Контра Энигмы Отчасти И Эмбер Спирита в принципе тоже Потому что вот Если посмотреть на Биг Фнатик Вообще Инвокер Это контр А Эмбер Спириту Плюс это сигнатурка Абада И в итоге Вайпер у нас будет позиция 3 Айсайсайс у нас играет на Вайпере В принципе это тоже вариант Но какой-то Брюмастер Мне нравился больше Инвокер кстати говоря Есть Некрофт Ну это Квасвекс Мне кажется должен быть сейчас От Абада Квасвекс сейчас чуть попроще Даже я побеждаю На Квасвекс Инвокере Представляешь Я сыграл Наверное где-то Ну вообще я потом проиграл 3 игры Но первые 2 игры я выиграл На Инвокере Ну знаешь Ты достаточно много игр Да я не игрок вообще На центре Меня там любой Любой сможет Да нет я серьезно абсолютно говорю Я очень плохо играю на центре Но вот Квасвекс Инвокер Он в принципе Ну даже если ты там чуть-чуть По Ласткиту просядешь Где-то ошибаешь Просто экзорд Инвокер Он не прощает ошибок Ты плохо по ХП разменялся И все Как бы там Санстрайк промазал Ману потратил Все А Квасвекс Инвокер Он все-таки немножко попроще Там плохо по ХП разменялся Квасы врубил Нарегенился Те норм Потом какие-то 2-0 фейзы притащил А вот у тебя уже вроде как Ласткит хороший Скорость атаки приятная Крипчиков добиваешь Динаешь Это конечно происходит Ну тогда уже Когда стадия лайнинга Потихоньку начинает заканчиваться Ну все равно Как бы камбэкнуть можно Так что Инвокер я думаю Сейчас будет чаще появляться В пиках Вот Финатик нам уже показывает Да Вот по поводу Вайпера Наверное От Ice 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 Хочется отметить Вообще Наверное Многие из вас привыкли Да и я И Никита Так же Что Ice 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 Играет на героях-исполнителях Которые Врываются Делают что-то очень Неприятное Типа там Даже Тот же самый Бремастер Или что-то в этом духе А вот Буквально Последние игры Которые как раз Скомментировала я С Инмейтом Мы обсуждали Что он отыгрывал на Вайпере И Инмейт был крайне Недоволен его игрой На Вайпере И говорил Что этот герой В принципе он достаточно пассивный В плане Ты просто стоишь И бьешь Позиционку Там даже особо держать На нем не нужно И так далее И из-за этого Я хотела задать тебе вопрос Как ты считаешь Вообще Даже не вопрос А обратить твое внимание На его стиль игры И посмотрим Как вообще себя Ice 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 Будет на этом герое Позиционировать И показывать в целом Да понятно Что у Ice 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 Есть какие-то свои сигнатурки Но Вайперам Сейчас надо Хардеру уметь играть Потому что Это герой такой Герой первой стадии драфта Знаешь Как Shadow Finn Ну Shadow Finn Просто его никуда Кроме как на центр Не отправишь А Вайпер Он чуть более Многофункциональный То есть его можно И сделать в позиции 3 И на центр Вот поэтому Хардеры сейчас Мне кажется В профессиональных командах Должны уметь На этом герое играть Да и в принципе Что на нем играть-то На линию пришел Плюнул Ядом Нафармил Собственно все Но здесь конкретно У него Nature's Profit На линии Вот Nature's Profit Может конечно выгнать На миноре Тоже была игра Вайпер позиции 3 Против Nature's Profit И Nature's Profit Там смог Выгнать Вайпера Было очень неприятно Да кстати По поводу трансляции Там ребят Если кого-то из нас Слышно чуть громче Или чуть тише Или там доту Может потише Погромче надо сделать Можете в принципе Написать в чатик Мы это быстро Пофиксим оперативно Так Саксу тут Тосом Отправляет медведя В полет Забирают у него руну Прямо с под носа Ну в итоге Три руны для непов Три руны Три руны Тоже неприятно И тем более Сейчас и у Тини Могут быть проблемы Сюда подходит Некор Фнатик Ну и знаешь Все-таки ушли Тини очень плотно Все-таки Несмотря на Скажем так Не самый большой армор И если мы увидели У него был ботинок Поэтому он смог Да кстати Ты видишь вообще Что происходит Энигма идет в центр 33 Кто-то говорил Блин кто же говорил Фобос говорил Что в Непах 33 играет на Энигме Я что-то забыл совсем И вот они отправляют Его на центр Сейчас Афата у нас идет Ну то что он играл На Энигме Это я знала А вот то что они решат Поставить Энигму Мид Это достаточно Интересное решение Ну за это сразу же Непах в топе Наказывают Там работает Оракол Работает Медведь Есть Орбок Веном Я так понимаю Да у Медведя Замедление хорошее Пока не будет У Некрофуса Хотя Шраут ему чем поможет Он этот Шраут Нажмет И вот тут же Задиспелит Оракол Скорее всего Просто Тини не было Тини ходил Рединился Что-то такое делал И вот благодаря этому Получилось Фата убить Здесь Джабс начинает Напрягать На самом деле Некро Так его Харасит Но В принципе Я не думаю Что вообще Эта линия должна была Вот так вот Отдавать ФВ Честно говоря Это произошло Только потому что Тини куда-то отошел Ну да Немножко Фата Скажем так Лишнего себя позволила Он в такой ситуации Наверное должен был Играть крайне осторожно Крайне осмотрительно Аккуратненько стоять Да Аббет у нас играет В Квасвекс Это понятно Против Эмбер Спирита Нужно торнадо иметь Мощное Чтобы сбивать Флеймгард Против Некрофуса тоже Надо бы иметь Хороший торнадо Так что Что-то у нас опять Небольшая заварушка Сакса тоснул Джабса Прямо на Фату Чтобы тот Видимо его продамажил Но Тут ситуация для Фаты Приобретает немного Неприятный характер Он сам погибает В размен Идет Oracle Но опять-таки Некрофус у нас Без телепорта 15 секунд То есть ему придется Немножечко почилить На лайне Точнее не на лайне А на фонтане Ну либо пешком идти Тогда Он видимо пешком пойдет Ну это крайне неприятно Во-первых У него Понятное дело Сейчас нет Пока И будет идти Он очень долго На эту линию Плюс он погибает Два раза подряд Ну и это Уже говорит о многом Ну а лонтруид На абсолютном флифарме А у него В принципе Неплохой крепстат Да и видим Что сейчас Фраг имеется И ассист В любом случае Это уже здорово Хороший старт У Насти На этой линии Можно обратить внимание Что у нас творится На боте Тут в принципе Тоже интересно Вайпер 10-2 Пока Амперспирит Пока Немножко отстает Ну буквально Там пару крипов Да и в начале На самом деле Сравнивать На второй-третьей минуте Это не совсем актуально Если Никакой разницы нет Это мы уже увидим Чуть поближе Там к минуте Шестой-седьмой Хотя бы Хотя бы Да кстати Эйс только сейчас Вообще Вкачал первую способность У него уже Третий левел У него ни одного Скиллпоинта Не было потрачило Он взял фисты Чтобы там Крипа добить Еще не решил Ну даже в принципе Через твоим Барт решил качаться Да На центре Очень хорошо стоит Тридцать третий Тринадцать динаев У него Сейчас Крипчиков должен Тут подбивать Немного Не повезло с рейнджовым И Абит его задинаил Это плохо Рейнджовых крипов Нужно стараться максимально Качественно Ласхитить За них очень много Дают Всего Нельзя их отдавать Ни в коем случае Такая плюс-минус Пока спокойная игра идет В топе Пулы Сакс осуществляет Бежит Джабс Помешать Крипам Отойти Сейчас Сакс опять Будет пытаться это делать Ну и тут вот Борьба в общем За нейтралов За лайновых крипов У нас разворачивается У Джабса есть Пьюрифайн флеймс Очень приятная способность Для того чтобы вот так На пулах сражаться С соперником Ты легко крипов добиваешь Просто Кастайм маленький Урон большой И крипов Плосхитить одно удовольствие Хотелось бы забрать Медведя Немножко видишь Подкосанный Будет приятно Его сейчас убить Там другая часть У нас вайпер Да погибает Но за мишку Ну кстати Самое забавное Что за вайпера То дали денег В итоге меньше Чем за потенциально Убитого медведя Да поэтому Ну я просто Тут фраг пропустил Смотрел как медведя Пытались убить В принципе это оправданно Скажем так Так оно и есть Не считается 300 золота 300 золота Это довольно много Там сразу Если на старте Удаётся Медведя Убить Особенно на старте То есть Если Мне кажется В лейте Это уже не такие Большие деньги А вот на старте Получить В центре В центре сейчас Интересный момент Диджи Огромное количество Урона собирает Со стаков Которые он сделал Нападают на 33 Через колдснэп Отличный блок Идалонами Демонстрирует 33 Не позволяет Диджи пробраться И как-то продлить Колдснэп Но без торнадо Никак Вот там Торнадо Подкинул бы Аббет Возможно было бы Попроще Может у него В кд был торнадо Пока не ясно Так борьба за баунти руны В топе Джабс вряд ли Заберет И вот тут Тосных должны Да И баунти руны Здесь забирают Нипы В боте Кстати У нас разворачивается Большая заварушка Вайперу плохо Вайпер погибает Пятый уровень Имберспирит Он не сможет Помешать Диджи Забрать баунти руну Но может как-то ему Не знаю По голове на стучать За это нет Отпустят здесь Как же долго На топе Жил некр На самом деле Все-таки Смогли его здесь убить И в итоге Опять размен С одной стороны Теряют вайпера С другой стороны Погибает некр Но и вайпера Для вайпера Это вторая смерть Но у него Очень хороший Крепстат Поэтому он еще Может как-то переживет А вот у некра Да Он не сильно печалится У него крипстат Хороший Потому что ему Титан очень много Настакал В лесу Вот те стаки Которые титан делал Для того чтобы Бафнуть себя За счет Астралспирита Он ведь еще И вайпер Очень сильно помог Этим вайпер Пришел туда С третьим нейротоксином Все профармил А в итоге у него Крепстат 41 То есть это Ну в полтора раза больше Чем у Фрифармящего медведя Который в топе стоит И он там Не только фрифармит Еще и героев убивает То есть у него По нетворцу Долженно все получше Ну да Получше чем у вайпера Так и есть Забавно то что Вот не пыток поступили Не жалеют ли они То что фата в топе Третий уровень Вот сейчас Он огребает Уже сейчас Может четвертый раз Умереть Если сюда еще Перетянется кто-то Попадают на мишку Смотри Курион прилетает В спину И начинает Пытается Что он сделал с лондруидом Да Некр погибает Очередной раз Это уже четвертая смерть На седьмой минуте Лондруида Не смогли добить Проказ у Тини В кузову В принципе Эвлендж Но Эбит Тут как тут И как вы видите Фурион Отправляется в таверну Очень хорошо Играет на этики По перемещениям В целом Даже инвокер Подошел Помог Ну и то что Они сделали с некром Это Это даже Я даже не знаю Как сказать Очень грустно В принципе У инвокера Фарма чуть меньше Но Блин Я не знаю У фаты прям Совсем все плохо Сейчас еще Саксу здесь должны забрать Саксу делает Тут сюда телепортируется Энигма Блэкхолл есть И Рор Получает Тридцать третий Блэкхолл Скастовать не получится Но можно Джабз убить Хотя бы Фурион там Спруты закрыл Абеда Но у Абеда есть Гостволк Он должен уйти И что Оракул ушел? Еще и Оракул ушел Ребята Блин Как так Как же Красиво сыграли То есть Они перетянули Тридцать третьего И в принципе Энигма уже там Не могла Дать хорошо Блэкхолл Она наверное хотела Либо лондруида Либо инвокера Но не получилось В итоге Тридцать третий Просто прошелся В это время Потерял Получается В пустую Все это время И все выжили У Фнатик Да Надо было хотя бы Оракул забирать Не знаю Странно Погнались и За одним и за другим В итоге Никого не убили Торнадо Стомп Кстати на центре Довольно неплохо Раскастовывается Тут Фнатике Но тридцать третьему Пока ничего не предвидеть У него на два уровня Больше чем у инвокера Это круто Но повторюсь опять И Нигма Может свое получить Стоя и в топе Там Ну конечно Чуть помедленнее будет Темп Но тем не менее Поймали Фату Фата есть Шраунд Тут Шраунд Спасет Рор И пятая смерть Для Казалось бы Мидера команды Фнатик Но этот мидер Стоит на Харзе И его просто унижают А Некром На самом-то деле Не так-то просто Камбэкнуть Он не так быстро Умеет фармить Ну у него Третий уровень На данный момент И это конечно Совсем печально Потому что например Тот же самый уже Илон Друид Скоро восьмой получит Вот как они отстояли То есть Это вот как раз Сравнивать сейчас уже Наверное Некро Там с Инвокером Даже нужно Потому что Инвокер Да ему было сложно Стоять на линии Понятное дело Против Нигмы Мы это уже обсудили Тот же Динай крипов И гораздо легче Нигмой все это делать Но тем не менее 4-7 счет Потеряли Дарцитана на боте И Форион Вместе с Энтерспир Там решили Подпробовать Подпушить немножко Почему бы и нет То просто Вайпера Это не так-то просто И сделать Хочет Сакса Как-то в мид Выйти с дабл дэмиджем Но Инвокер Грамотно очень стоит Он то ли знает Да он знает У него в боте Есть вард Который видит Тинни здесь И поэтому Абит не подставляется Ну что Фнатик в боте Вышку свою защитили И в миде Инвокера Не отдали В топе Лон Друид Сломал тавер То есть в принципе По всем фронтам На всех трех линиях Вот в этот промежуток Времени конкретный Винатик сыграли идеально Нигде не подставились Забрали все что могли Все что нужно было Отдефали Медведь потихонечку У нас приближается К Радионсу Причем не делает Мидас Обрати внимание Вот это кстати Меня на самом деле Очень сильно удивило Я до сих пор Не верила Что думала Что он потом Захочет себе купить Во-первых У него старт хороший И казалось бы Почему бы и нет Тем более Мидас сейчас Очень актуален Все это знают Все это уже Миллион раз обсуждали Но почему-то решил так Хотя Актуален Актуален Но просто его так понерфили Что знаешь Если уж на Медведя Не покупают Радионсу То я же даже не знаю На ком его можно купить Тоже верно Вот Согласно с тобой Небольшая стычка Сюда в принципе За баунти рунами Попытались Настика отжать Но перетянулся И третий Третий И в любом случае Настики забрали Три баунти руны А Нипам Достается только одна Ну вот Аббет Я вижу Хочет Мидас Сейчас доделает Турно Но может откажется Если опять-таки Будет много денег Может он захочет Спиритвесель купить Опять-таки Очень полезный артефакт Под инвокера Раскачанный колд снэп Позволяет Реализовывать урну И спиритвесель Еще сильнее Потому что там Постоянно идут тики Да Ты постоянно станешься От этого спиритвеселя Ну и плюс Против некрофоса Против имберспирита Так себе Но против некрофса Реально полезная штука Да и Саппортов убивать На моем случае Вот у кого-у кого А у ОС Просто все отлично Вот у некрофса Плохо У энигмы Ладно Энигмы тоже В принципе нормально Но если на абсолютном Прифарме стоял Ну и энигмы знаешь Все неплохо Она на тысячу Обгоняет инвокера На данный момент И вот как раз У фнатик в целом У всех все неплохо Кроме инвокера Ему немножко Нужно подняться Мы уже говорили о том Что у него Была достаточно Сложная Эта его линия Кстати Нападают На брасперита Диспелят Диспелят Щит ему просто Не то чтобы он Прямо Как-то напасть Походил Он друид Думал Может что-то У них получится Но пока Видимо они просто Пришли за Тава Ну кстати Говоря по поводу Эмберспирита То контроль Тут у него Реально не шибко много Вот Атос у Вайпера Появится Но Атос это тоже Знаешь контроль Он Вроде и неплохой А вроде бы И такой очень ненадежный Потому что Если у Эмберспирита Есть ремнант Он может просто Улететь от него Ну и ко всему прочему Он длится крайне Непродолжительное время И То есть там Этот Атос Эмберспирит Под щитом Он может просто Просто стоять На месте И все И ты в него магию там Будешь вливать Эта магия будет поглощаться Если ты бросишь Торнадо То он собственно Атос в Торнадо Переживет А потом улетит Поэтому контроля У знатиков не хватает И бы каких-то хиксов От накупить Попозже В топе Атакуют вышку Непы здесь Сайс-сайс-сайс Получают фисты чайные Налетит Торнадо От Абада Вроде бы как защищает Абад Своего Вайпера Полетел Вайперстрайк Прямо в Эсте Тот вынужден был отступить Нападают на Оракла Оракл вынужден Закастовать ультимейт Кажется на себя Да на себя кастует И 33-й никак не может Этот Блэкпол скастовать Может сейчас хотя бы Ну хоть как-нибудь А для него нет смысла Его кастовать Командой О и вот посмотри Все-таки как раз В это время Когда Салдерстамон разобрались Он скастовал Тот самый Блэкпол Который мы все Так долго ждали Но тем не менее С помощью косы Забирают Вайпера И разминка к 1-2 Погибает также Аракву И Фата Даблкил Тот кому больше всего Нужно забирает Эти два фрага Да прекрасно сыграно На самом деле Было не совсем Понятно Выигрывают Не по эту драку Или нет Потому что там 33-го зажало Но он пережил Эту атаку Его видимо Оракл там подхилил Пару раз Пьюрифайинг флеймсами Было видно Как у него здоровье Заканчивалось А потом снова восполнялось Похоже так и произошло И Весьма вероятно Что за счет этой ошибки От Джабза Пережил 33-й Дал в конце концов Блэкпол Такая удачная драка Для непов В принципе Вышку они Не забрали Но подрались Более-менее неплохо И Блэкхолл Реализовали И в целом То что они Дали два фрага Для некра Мне это очень нравится Потому что наконец-то Он хотя бы как-то Иначе Все мы помним Какой у него был старт Пять смертей Это Очень сложно Пережить Ну в плане Вернуться в игру После такого Отлично 33-й Деняет своего Союзного волка У него Вайперстрайк Потратил Айсайсайз Хотел 200 золота Заработать Но Ничего не вышло Джабс Смолки доставили Но 33-й микро У него очень-очень Висок Он постоянно Кстати Вот один из тех Кардлайнеров Которые если играют На каких-то там И имеют каких-то суммонов Они всегда Очень много Внимания этому Уделяют То есть я понимаю В некоторых случаях Ты в любом случае Не можешь Но 33-й Всегда старается С инмейтом Этот момент Отмечали Так что у нас Миди Вайпер Дима Нет Пытались Забрать его Я имею ввиду Поэтому Тучу кинет Будет отхиливаться Лучше С ним пока дел не иметь Пока нет какого-то Хорошего взрывного урона Дофармливает Свои молнии Эйс в топе 11-й уровень у него Талант пока что Не вкачает Замакшивает скиллы Третий чайный Третий флеймгард у него Особо максить Флеймгард против инвокера Смысла Ну как бы Большого нет Но он надеется Что где-то может Он ему понадобится Ну когда инвокер Наронадо Либо потратит Либо может в каком-то другом моменте Где инвокера не будет Там гангать кого-то На линии обычно Конкретно Если ты стоишь Один на один Против инвокера В миде То ну как бы Флеймгард не качается Как правило Борьба с баунтируном Блэкхола пока нет В принципе Могли поагрессировать Фнатик Но мы видим Что он 2-2 В этот раз А вот пытается Доформить Свой медас Все-таки Инвокер Решился Может они так и планировали Что лондруид Не будет покупать А как раз Инвокер Купит себе медас Но до радианса Остается только рецепт И уже С радиансом Мишка Передет на Новый уровень Ну все-таки Гораздо более 2 абсолютно Разных медведя С радиансом И без него Ну естественно Ты копишь Там очень много денег Ты фактически Бегаешь Вот с тапком Да И со вторым Тапком Со вторым тапком Медведя У тебя не скорости Атаки Никакого-то урона Дополнительного Неприятного Дебафа Для оппонента Нет А как только Ты приобретаешь Рейс Ну Радик У тебя сразу же Повышается Дэмэдж Повышается Стойкость И тебя и твои команды Потому что Радик Миссы накладывает Плюс Жжение Дополнительное Появляется Поэтому Если ты фармишь Радик Тебе всегда хочется Сначала его дофармить А потом идти Куда-то драться Потому что Если ты погибаешь То ты теряешь деньги Ну Стандартная практика Вспомните Там как со Спектра Играют Сначала Радик Дофармливается А потом уже идут 5 на 5 драки Иногда можно Спектр подключиться Через каунт Но полномасштабных Драк Спектра старается Избегать Где она может Погибать Сейчас Даже если посмотреть Фнатики просто Дофармливают Ключевые для них Артефакты Для инвокера Этот медас Который вот только У него сейчас появился Для лондруида Это радианс Который сейчас Летит И уже вот При Соответственно Появлении этих артефактов Можно какие-то себе Моменты Выходы Позводить Но тем не менее Не стоит забывать О наличии У них мы уже Блэкхола Поэтому Избивать Особо так нечем Кстати нападают У нас на Эндроспириты Но это Так Подразмять Да Опять-таки Непродолжительный контроль От этого атоса Спокойно Совершенно Его переживает А тут ответный Атос От Некропуса Неплохая Культа От Титана Здесь пошла И вот он еще Отличный От Ти Немного Дэм уже получает Вайпер В итоге Врывается в фраг У Эйс Делает даблкил Вайпер Вот фолз-промисом Наступает Тут же получает Косу Что мне кажется Что не переживет Этот фолз-промис Да так и есть Умирает Триплкил для Эйса Забавно Кстати Косу Запилил Фат А Фраг достался Эйс Ну видимо Он просто больше урона То есть Вспомнить Какая-то механика Типа Если ты больше урона Наносишь То фраг вроде К тебе достается За фолз-промис Замечательный Замечательный На самом деле Замес От Непов Первое Что хочется отметить Фнатик Пошли слишком Агрессивно Вот как раз Они руководствовались Той логикой Которая Я говорила чуть ранее О том Что у них появился Радианс У них появился Вроде как Мидас То есть уже Инвокер Тоже может подключаться Но тем не менее Они смогли выиграть Притом они выиграли В салат Без использования Блэкхола Сейчас возможно Потеряет правда Стинни Сейвит его Некор Но тем не менее Санстрайк Слишком слабенький Санстрайк В итоге Диджи Делает фраг Хорошо что у него Удар такой крепкий Мощный Поставленный Он все-таки Смог там Добить Тинни Ну они потеряли Всего лишь Саппорта Поэтому я думаю Что такому Размену Либо это должно Точно быть Рады Что сейчас Делает Фнатик Стараться дальше Пытаться идти Вместе И драться Либо Идти в фарм И подождать Пока у инвокера Какие-то слоты Появятся Потому что пока Выглядит так Что Последние замесы Они проводят Не самым лучшим Для себя образом Когда дерутся Именно 5 на 5 Да Но видишь Как-то по фарму Получается Что они все равно Немножко впереди Немножко впереди Сейчас После того Как они слили Два тимфайта Вот один тимфайт Был в топе Один тимфайт Был в миде Они все равно По-прежнему Имеют топовый Нетворс На лоундруиде Имеют третий Нетворс На карте У вайпера Инвокер Там понемножечку Камбэкает С Мидасом Он в общем-то Свое тоже Напармит Мидас Мне кажется Приобретается Несколько ради того Чтобы получить золото Сколько ради экспириенс На нем Приобретается Мидас Потому что Ему очень важно Выключить все сферы Чтобы все заклинания Были полезные И хорошие Ну и плюс там Таланты тоже Очень мощные Мп выживет Мп выживает Вот медведя бы еще спасти Но тут Тинни Эволон стос И Не спасти 300 Приятно Приятно Я думаю что В принципе Если так посмотреть То у фнатиков Преимущество Оно там Тысяча золота Вот на данный момент Это даже На 20 минуте Это вообще ничего не значит Тут если смотреть Именно по замесам То Все замесы Вот Предыдущие Про фнатик проводят лучше И то есть У них в целом Если и Лондруид Уже Покупает себе Еще и Владверс У него появляется И Инвокер Тем не менее Скоро себе Спиритвесел Купит Так смотрится Что они могут В целом У них осталось Это тысяча От того Как они отстояли Свои линии А дальше уже Не покамбекали Так Тут у нас Беда Прям с рунами У ребят из Фнатика Они как кажется Сейчас 3 отдадут Хотя Инвокер Дает торнадо Емпэкл Снэп Вешает спиритвесель И Пебеди Не просто руну забрать Не смог Он еще умрет Здесь Санстрайк Криво И ладно Пебеди живет А погоди Это урна Это не спиритвесель Это урна Было бы спиритвесель Любил бы Да еще не успел Себе принести В принципе Медемешка не хватает Золота 500 золота Остается До Нового урна Так И грифзы Грифзы Я так понимаю Это вайперы летят Да У него мека Мека Арканы Да Будут грифзы Грифзы Для Айсайсайса Ну да В целом Конечно 1000 золота Это не преимущество Просто когда команда Два тимфайта Подряд проигрывает Таких крупных Обычно она Теряет инициативу Прям очень сильно А так В натике Вроде как Тысяча держится На плаву Даже знаешь Намного Конечно Труднее будет Буквально через пару минут Играть Когда 33 Купит себе БКБ Тогда в него Ну Вообще ничем Тяжело Ну там есть как бы Механизмы Но все равно Будет очень сложно С ним расправиться Он просто нажмет БКБ Войдет и достанет Забрали Саксу Хотят Зайти немножечко ХГ побить Фнатик Но я думаю Сейчас придет 33-й Положит Расстелен Поляну И Резко должно пропасть У Фнатика В желании Хотя пытается Забайтить 33-го Хотел сказать На использование БКБ Но у него Деньги-то на БКБ Есть Но он что-то Его пока не приобретает И сейчас Дальше Можно Ну знаешь Они вроде бы Даже как и не заходили Но полтавра Снесли Поэтому еще один Такой вот Можно назвать Недозаход И тавр упадет Я думаю Что фнатики Должны быть Навольны То есть в это время У них там уже Все медведь на топе Полетел фармить В миде Инвокер Выфармливает Себе Ну то есть Вот Приобрел он уже себе Спирит Весл Дальше Нацелен на Аканим В принципе Стандартная Такая сборка Да Спачек только Одного крипа К сожалению Забрал Кинул торнадо Добил рейнджового Естественно А вот Нелишного крипа Форж Ни одного Не добил Это плохо Посмотри Как только У Анигу Появился Блэкин Бар Собираются В смоках У нас Нипы И Нацелен Попробовать Провести Какую-то Хорошую Для них Драку Все-таки Бэна И правда К этому Располагает И тем более Получилось Сразу Слепить Оракла Почему Сразу Быстрее Не убить Но Если У них Получится Добрать Только Оракла Это Будет Не самая Лучшая Реализация Смоков Ну Хотя Отгоняет Инвокер Своим Прокастом Игроков Нип Стан От кентавра Которого Доминатором 33 Перехватил Дополнительные Денежки Так Это Мидасом Что ли Да Да Ошибка Ошибка Надо было Его добить За него Ты получил 200 А потом Мидас Еще Использовал В какой-то Другой Точке Странно Что Я просто Знаешь Смотрю За него 160 Дали Типа Че Что-то Пропустил Вроде бы Как закрепаться Доминатор Это есть И далее Должны Давать Тут Аббет Его Продал Просто Мидас Сплитпуш В боте Пока что У нас Инвокер Драку Навязать Сопернику Особо Не получилось Там Собрали Оракла Но Это Мелочь Да Хотят Забрать Вышечку Сейчас Тост Саксы Идалоны Наносят Ласхит Пытались Нанести Заденайл Летит Атос Тут же Гривзы В итоге Айс Высвобождается И убегает На базу Тем временем Аббет Продолжает Толкать Бот Нельзя Сейчас Непам Оставаться В топе Обязательно Кому-то Нужно Перетянуться Иначе Аббет Все это Дело Задефает А тут ППД ППД Открывается Гост Аббет Аббет При желании Он мог бы Конечно С КПД Расправиться Но он просто Понимает Что здесь Этот Нейчерс Профит Вряд ли Один И попытались Его поймать На скане И просветить Но не вышло Слишком уж Быстро Казался Аббет У него Векс Уже В семерку Пока Аганима нет Но векс В семерку То есть Он бегает Очень быстро Знаешь Забавный момент На самом деле На топе Когда Тавр Идут Нигмы С идолонами Идет Тренд С интами Вайпер Такой Одной тысячечкой Смог Все-таки Заданает Тавр Всегда В таких Моментах Крайне Обидно И неприятно И вот Начинается Подготовка Видимо Перетягиваются У нас Герои Поближе К Рошану Может Что-то Захотят Фнатикам Опасно Рошана Забирать Вот Понимаешь В чем Ситуация Они Рошана Могут Забрать Но если Туда Придут Нипы Они Скорее Всего Им Отвешивают Там Вот Однако Если Фнатик Сами Рошана Забирать Не будут И не Продамажат Его То Нипы Его Тоже Забрать Не смогут Потому что У них Дэмэджа По Рошану Просто Нет У них Есть Эмбер Спирит Который Рошана Бьет Плохо Есть Некроф Из Который Рошана Бьет Плохо Вот Энигма С Прокачанными Уже Потратил Свой Блэкинг Бар В итоге Закастовать Блэкхол Будет Очень Трудно Потому что Опять-таки Инвокер Там Коулснеп Торнадо Все Это Может Прилететь И Тут же Прервать Твой Победный Ультимейт Пока БКБ В кулдауне Можно пытаться Где-то Навязать Агрессию В принципе Пока Просто Эмбер Пытается Дерется С лон-друидом Помогает Ему В этом Фурион Пытался Дереть Медведем Отпушивать Свой Тавер Но Разумеется Твоих Героев Одним Медведем Не уберет На самом деле До сих пор Посмотри Преимущества Фнатик Там Уже Менее Чем Меньше Чем Тысяча Такая Достаточно Равная Игра Честно Говоря Очень приятно С такой Доты Наблюдать В моем В моем Понимании Нипы Конечно Должны Были Уже Ну Не то Чтобы победить Но очень сильно Захватить Инициативу За счет Блэкполов Энигмы Прекрасный Просто стом От Диджея Продолжает Вайпер Бороться Вайпер Очень сложно Забрать Орак Вы бы себе Сюда Айсайсайсу Чтоб он Как-то Подсейвил Но Тут можно было бы Ляко выиграть Драку Кстати говоря Там очень много Демо Там отлично Был стан У Толлар Титана И казалось Что Буквально Немного Поддержки Но Команда Была Слишком далеко Просто не успела Потянуться Посмотрите Как долго Они пытались Этого самого Вайпера Пробить Все-таки У него И грифсы Все-таки У него И пайп А то Статов Достаточно Много Пассивка Крайне Неприятно Его убивать Да Пассивка Такая Раскачанная Четверочку Хорошая Так Хотел что-то сказать Я и забыл А вот теперь вспомнил Энигмой берет ГПМ Ну без Медаса Понятно Что хочется Как-то деньги На Энигме Зарабатывать Потому что Уже где-то Ближе к мидгейму Тебе Труднее становится Эти деньги Собирать Поэтому ты Если играешь Без Медаса То талант На 150 ГПМ Это в принципе Очень полезная вещь Вот и сейчас Тридцать третий Начнет еще быстрее фармить Скоро должен У него появиться Блинк Вот Блинк плюс БКБ Как-то выключить Титаны из драки Не дать ему Нормально кастовать спелы И Пожалуйста Блэкол В Медведя В Инвокера В Вайпера Вообще все равно Ну желательно Только в двух героев попасть Потому что За Блэкол Хотя бы одного надо убить Иначе Вайпер просто засейвит О, не Вайпер А Ораку просто засейвит Одного из героев Так что Надо по двум целиться Обязательно Ну У нас 28 минут Матч И до сих пор Тут преимущество То тысяча Уже у Нипов Но Если так посмотреть У нас с одной стороны У Инвокера Медас С другой стороны Вот сейчас Талант цел Энигма себе Кстати вот по поводу Таланта Интересно Я даже видела Где и При наличии Медаса берут Этот талант Особо жадные Ребята К самом деле В этом есть смысл Если здесь Учитывать то Что Энигма Мидер Она является Все-таки Ключевым Персонажем На данный момент И Именно из-за Энигмы Тнатик Не могут Там собраться Понимая Что против Блэкол Нужно играть Блэкол Это такая вещь С одной стороны Ты понимаешь Что Это во-первых Геймчейджер Всегда все это говорят Но Повторюсь Но самое неприятное То что ты должен Менять свою позиционку В замесе Вот на мой взгляд Настоящий Геймчейдж То есть ты Всегда понимаешь Что против тебя Есть блэкол Не так страшен Сам блэкол Сколько Возможность Того что его дадут И ты не знаешь Как Поэтому ты всегда Становишься Выбираешь позиционку Не такую Какую бы ты выбрал Без него В подтверждение Твоих слов Я Давай Смоук посмотрим Я потом Стараюсь Расшифровать Это с той позиции С которой я это вижу Ну в принципе Да так и есть Топи нападают на ППД ППД Под спирит веселем Ну вот сейчас Точно должны с ним Справиться Оба да Он держит Торнадо Я так понимаю Чтобы за что Сбить ТП Да Торнадо Кулснеп есть У него талант На кулснеп Кулдаун ППД Есть телепорт Торнадо Миво уже Казалось бы Можно порталиться Но за ним Бежит Астрал Спирит Поэтому нужно Бежать чуть-чуть подальше Астрал Спирит Кончается И ППД уходит Да Очень обидно Конечно же Второй раз подряд Этого Нейчер Спрофита Отпускает А у него все-таки 6-700 золота Там разворачивается Трака Энигва Энигва Она прожала уже Бэкхол Она уже использовала БКБ Потеряли здесь Оракла Спруты Станатоллар Цветана Дерется Эмберспирит Под Блэкен Баром Поэтому Вайпер Нужно В такой ситуации Попытаться отойти Но куда ты отойдешь Оракл Уже мертв Ася Сайс Отправляется В таверну Не самый лучший На самом деле Здесь проказ был От Инвокера И Этот замес Выигрывают Да Вот Блэкхол Как раз Реализовали Ну Из-за того Что таланта На КДР У 33 Нет Следующий Блэкхол У него появится Очень не скоро Очень не скоро И Фнатик Мне кажется Как-то должны Воспользоваться Вот этим вот Тайминговым окном Пока воруют руны Спирит Бэром Но все равно Они больше заберут Они должны 3 Да кажется Забрать Да должны 3 забрать Так вот Должны сейчас Как-то попытаться Это тайминговое окно Использовать И выйти Куда-то что-то сделать Но пока Вайпер заспанился Тут вряд ли Какие-то будут Глобальные стычки Вот разве что Тини тут подцепили Должны убить Подходит Темпер Спирит Темпер хочет подраться Но у него нет ПКБшки Это опасно У него кстати говоря И Да не было маны На ремнант Но он прожал стики Бласт Юльчик От Некрофоса Я так понимаю Да Чтоб там корни Лишний раз Не прокнули Абот хочет догнать Но Это бессмысленно делать На прошедшем миноре Была такая забавная ситуация Когда уолды играли С OG Я не знаю Как ты следила Не следила Но люди которые смотрели Наверняка помнят тот момент Когда Пошли олды пушить В хайграунд И Джеракс ворвался Дал их ослэм в пятерых И там как раз Такой небольшой переворот Произошел В этот момент Ребята которые Вот наши Которые в олдах Они Вот идут пушить И они говорят Парни Аккуратней шейкер Там их ослэм То есть Они понимают Четко что Сейчас в них Пролетит джеракс И всех их поубивают Но они не могут Разойтись вовремя То есть То же самое И с Энигмой Ты вот Как бы В пылу драки Чуть-чуть Потерял бдительность Чуть-чуть отвлекся Перестал у себя В голове держать Ту мысль Что сейчас прыгнет Энигма И даст блокхол И ты тут же Получаешь блокхол И умираешь Вот поэтому Позиционку Очень сложно держать Вот в таких моментах В таких ситуациях Тебе постоянно нужно Делать так Чтобы герои были Друг друга Подальше Как бы друг от друга И если кто-то Подошел к тебе То тебе надо отойти Да И это же все Не проговаривается Это все Надо чувствовать Видеть Как бы Реагировать Тут же Моментально С минимальной задержкой С какой-то Хоть сложно Абсолютно верно Фнатик сейчас Должны что-то делать Потому что Вайпер арестнулся И до блокхола Еще 20 секунд Вот как раз Несмотря на то Что блокхол Кулдаун достаточно долгий Мы уже обсуждали Что на 15 Взял гпм У фнатик Вайпер именно Сидел в таверне Сидел на таверне Очень долго Если не ошибаюсь Его же косой убери Да? Слушай Я что-то не помню Я вот не обратила Внимание Может быть Внимание, да Но в любом случае Он очень долго сидел В таверне И когда он резнулся Мы только собрались Только вроде бы Хочется что-то сделать А у Блэкхолла У них уже имеется Плюс ко всему прочему Хороший сплитпушпик У Нипов Там есть И Нечис Профит И Эмберспирит Они как бы Тягают по карте Да? И ты не можешь Просто взять Там пойти И где-то навязать бой Опять у нас ППД переживает Про Кастенуокер уже Это же Все-таки Саппорт Саппорт пятой позиции И Инвокер никак С ним не может справиться Вроде Не такой уж крепкий Да? У него Сколько? Ну то есть Это не какой-то там Мерспирит Который покупает Два Брейсера У него там 2500 кп Нападает на тине Через нейротоксин Вайперстайк забирают Без проблем Ну я хочу отметить Очень слабо били То есть Как бы Торнадо ЕМП Это все прекрасно Но тебе Без экзорт способности Очень долго приходится Нейчерс Профита бить А когда у тебя Появляется Аганима повыше левел То у тебя и Санстрайк вроде больно бьет Если что Метеоритом можно Фуриона прихлопнуть Вот сейчас пока нет Фуриона Пытается Фнатик пробить КГ Летит Атос Летят спеллы Спирит Бэра Там плюс чины Никак он не может Начать вышку атаковать Плохо Немножечко здесь Фати Фата вынужден Отступить под госшраудом Пытается пробить медведя И в этом конечно Большая проблема Пиков на тех Что они ломают Вышки медведя И в такой ближе Лейт Ближе к лейту Стадии игры Ты этим медведям Пытаешься пробить А там против тебя Поле Энигмы Против тебя Всякие Атосы Алибарды И улычины И там Ну всякого Можно накупить Да там Алибарда вроде ни у кого нет Но я просто так Говорю что Тяжело Тяжело вот этим Спирит Бэром Атаковать хайграунд Когда соперник там В четвером Жив И Сложно пробить Вот сгрызли половину вышки Но Стояли довольно долго Там Фнатики То есть Если бы там ничего бы такого не было Они бы легко бы поломали Наверное Ну я думаю что Знаешь Нипы еще легко делались То есть Пол тавра потеряли Когда там Два героя были в таверне И продолжения никакого не было То есть В это время Фнатик не сделали ничего Критичного для них То есть Не забрали Рошана Не слетало Для них Достаточно легко прошло Кстати Нигма приближается К рефрешеру И достаточно уверенно Достаточно уверенно Да Денежки капают Конечно Очень быстро Нападают На Вайпера Сбирают его С пруты Но Нейротоксин просто Съедает Всех Финьков Маленьких Тут же Дивардинг у нас Происходит Такая очень Знаешь Аккуратная игра Со стороны Они давно уже могли бы найти Где-то Пространство Пойти подраться Но То ли Фнатик стоят Очень грамотно Они не видят Никого не хотят Но ты не хочешь Выходить и давать Блэкхолл В Инвокера одного Допустим Потому что Ты понимаешь Там залезает джабс Джабс кинет Тульк Кинет по ЭЦД Магия В итоге Перестанет пробивать И еще начнет Его захиливать Очень сильно Под этим Фолс промисом Поэтому Нападать надо На двух героев Не особо хорошо видно Видимо на карте У Тини появился Форстав Также у Элдорцитана Появился у нас Слоркрест Очень хороший артефакт Для команды Он очень дорогой Поэтому Покупают его Не так часто Ну и вот Ближе уже К мидгейму К лейтгейму Соответственно Мне этот артефакт Очень нравится И еще БКБ на инвокере Появилось И на лон друиде Немножко пробить Некрофоса Заставили его Иул использовать Костшраут У него имеется АССС ведет себя Довольно борзо Выходит далеко вперед Тут получается Перед Вейс И Тини Горит под колл стэпом Не очень удачная позиция Здесь у Непоп Сражаться у врага Вижен есть Ооо Врывается 33 И дает неплохой фронт Надо дэмэдж Сюда сберись Делен только вот Пробить Никого не получается Теряют они Оракла Кстати у нас уже Мперспирит превосходит Боклов Замечательно Играть в него Но пока Смотри как долго идет за место Потеряли только Оракла Пошла коса Минус Слон друид 120 секунд Без него Размену С 1-2 Добить Некро Обязательно добить Некро Некро Вскаляется В доверную Байбэк При желании Имеется И его конечно же делают Делают телепорт На свой шрайн Вайпер Вайпер Запокусить Вайпер Нужно забить Очень плотный Подходит сюда Эббет В него Вгрызается 33 Смотри как долго И опять же Продолжается Этот замес Вообще никогда Не заканчивается Все таки Инвокер Отправляется В таверну Ну а дальше А дальше Запокусить Энигму Энигма Должна погибать Энигма Минус Теперь выгрызаются Вайпера Вайпер Добить Минус Вайпер Ну и остается Фурион Против Альтертитана Правда здесь Оракл Уже Ресносы Подходит Фурион Здесь не может Нужно отойти Подкил От Некреп Спасать Джинь Альтертитан Уходит с помощью Телепорта Не уходит Сбивает Телепорт Только вот Фуриона Неужели не хватит Смотри Джамс опять Немного подхилил Своим третьим Спеллом Хотя там все равно Скорее всего Не получилось бы С Нечерспроек Разобраться Очень такая Массивная драка Получилась Кто-то выкупался Я не помню Некрофос успел Выкупиться Да Некрофос успел Выкупиться Ну а фнатики Все умерли То есть в принципе Получилось 4 в 5 Такой тимфайт И Непы Идут убивать Рошана Рошана Убивать они будут Очень и очень Долго Но ближайший Игрок фнатиков Заспавнится Через 10 секунд И то это Саппорт оракл Он вряд ли чем Помешает Надо инвокера ждать Вот я за 25 секунд Не уверен Успеет ли Непы Справиться Подходит Некрофос Вроде как у него Дэмош руками Какой-никакой имеется Пытается конечно Что с ним справиться Должны фнатики Понимать что происходит Сейчас на карте И как только Инвокер заспавнится Надо тут же лететь Там кстати пеньки Очень грамотно Мониторят Вот рядом со шрайном Есть пенек Он видит Если кто-то будет Телепортироваться Грамотно играет ППД Включаем его игру И Нигма качает себе Талант на ХП А не на Идалонов Это интересный выбор На самом деле Да Телепорт инвокера Ну видишь не успели Ну понятно было То есть они здесь несли Где-то 2-3 ХП В лучшем случае Могут конечно Еще попытаться Поковырять Был бы Урон у Идалонов Если бы их так бы Бездар не отдали Сейчас Можно было бы Попытаться успеть Но не вышло Все-таки Слишком опасно А этого Рошана Кстати фнатики Могут попытаться забрать Потому что Блэкхол 10 секунд Ладно С Блэкхолом сложно Да здесь мало того что Блэкхол через буквально 5 секунд Так еще и Рефрешер И вот этот момент Фнатикам нужно Контролировать Раньше у них Проблемы и так С Блэкхолом были А теперь 2 Блэкхола Нападение на Идбокера Идбокер В бедра Под Килотор Имеется если что И станчик от Элдер Титана Поразна Замечательно Запокусить Идбокера Идбокер прожимает БКБ И пошел Блэкхол Того же самого Идбокера Имеется рядом Оракл Поэтому Эбит Атак Просто взять Не получится Рефрешер Пойдет и второй Блэкхол Так оно и есть А теперь уже У инбокера Подсейва нет Идбокер отправляет За таверну коса Но после косы Выживает Вайпер Должен быть точно Определенный Элдер Титана Здесь никуда не отпустит Размен пока 2-3 И теперь Оракл Который пытается Идти с помощью Телепорта Но поднимает его В ветра И в юм И конечно же Он также отправляет За таверну Размен 2-4 Было реализовано Два Блэкхола Теперь срачно Идти на Рошана Который так был Подкоцан Теперь ты должен Забрать Я в какой-то момент Подумал Как же так вообще Эта игра идет Что Тридцать третий Дает просто Превосходные Блэкхоллы Казалось бы Да Они не сбиваются Ничем Он там тянет Минимум двух героев А никак не удается Выиграть драку Вот знаешь Так вот прям Без каких-то Без шансов Без шансов Без каких-то упреков С нашей стороны Или со стороны Там зрителя Может быть Которые смотрят Ну типа Два Блэкхола дали Должны же как бы По идее вообще Выиграть Легко Но Не получается Вот этот Вайпер Который Гривзы Плюс Пайп Дает очень много стойкости Плюс Oracle Сейвит Плюс Сам по себе Вайпер тоже очень плотный Медведь плотный И вот только сейчас Вот с двумя Блэкхоллами Удалось действительно Выиграть Тимфайт И тут же еще И забрать Рошана Пиком Который В общем-то Порошану Особо дэмэджи не наносит Ну Они уже Его подбили Так что За два захода Считай Забрали По самому Рошана Преимущество Нипов Увеличилось До 7 тысяч Плюс Наверное Стоит отметить Что это был первый Рошан На 40 минуте Вы понимаете Такое достаточно редко Случается Что так поздно Забирают Рошана Команды не рисковали И не шли до него До последнего Только вот Когда они 100% Его могли забрать Они в принципе И забрали его Ну что По классике Дожидаемся Блэкхоллы И рефрешеры Пытаемся Наверное С Аигисом Как-то пойти Навязать сопернику Еще один тимфайт После чего Можно будет попытаться На хайграунде Повоевать Так понимаю Примерно такой план Унифов Должен быть Вот тебе и Саппорт Нейчерс Профит С керасой Очень плохо выглядит На самом деле Вот просто сравните Пятая позиция Нейчерс Профит 12 тысяч золота Пятая позиция Оракл 3000 золота То есть Ну разница Просто Просто невероятна Ну я могу понять В принципе Вот этот Нейчерс Профит Он с карты Много золота собирает И частично Это золото Отнимает у своих тиммейтов Потому что Ну Кто-то же Этот фарм забирает Правильно Он же мог достаться Кому-то другому Но опять-таки Часть этого фарма Его тиммейтам Никогда бы не досталась Потому что Он еще леса Профармливает Там где его тиммейты Не могут фармить Там где-то Он может Забирает пачки Которые пока дойдут До твоей базы Где это можно Безопасно забрать Там они тоже могут Частично погибнуть Поэтому Понятно что Нейчерс Профит Фарма в любом случае Больше нападает на Спирит Бера Но у Спирит Бера Есть БКБ Кстати Медведь у нас какого уровня 23-го Ему На 25-ом Наверное Спелл Эмун Нужно будет взять Скорее всего Титана пытается убить Убедет Титана Можно будет Блэкполы Растовать Титан Как прожимает Тебра спирит БКБ И вгрызается Титана Очень плотно Титаны здесь Не должны отпускать Даже при помощи Орока Сверху Хочу отметить Что нет А у Форстав Был уже использован Да Ну и Все дальше Да 33-й в инвизии Сейчас какой-то Если вард на хайграунде Появится Тут тут же как бы Джабс у нас Ставит Сентрики Да Потому что Если сейчас будет Вижен 33-й просто ворвется И он выиграет игру Поэтому нужно Немедленно проверять Вообще наличие Вардов на своей базе Вот в таких ситуациях Есть ли там Кто-то Нет там Героев Титана Имеется Байбэк Его нет Всего 30 секунд С другой стороны До У ним Есть все И рефрешер И блокхол Поэтому на данный момент В целом Можно попробовать Было даже Зайти Ну или По крайней мере Спровосировать Фнатик Чтобы они Вышли с базы И провести Замес Все-таки Аегис Так Аегис Еще у нас Полторы минуты Будет В рюкзаке У Уэйса Может В общем-то Себя Позволить Где-то Немножечко Побегать Пофармить Ну да Понятно Что Напасть Конечно Хочется Но тут Видишь Еще Баунти Руны На 45 Минуте Заспавнится Их тоже Хочется Забрать И Энигма Доделает Аганим В итоге Когда у 33-го Аганим Появится Если он Прыгнет Успеет Нажать Миднайт Пульс И Блэкхолл Чтобы все Не разбежались Форстафами Какими-то У кого-то Может Есть другие Возможности Спастись Тогда он Может Самостоятельно Убить героев А то В некоторых Моментах Просто видно Что дэмэджа Немножечко Не хватает Эмбер Спирит Конечно По дэмэджу Герой Довольно Хороший Но В такой Лейт стадии Он уже не так Много урона Наносит Потому что У него Исключительно Такой Магический Билд Руками Он уже Шибко Больно Начинается На самом деле Замес И грызается Эмбер Спирит В Айс 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 Как будто Было Все Равно Просто Стоял Несмотря На то Что Эмбер На данный Момент Герой С самым Большим Недворцем На карте В него Полностью Тратил Все свои силы Как вы Видели Эмбер Ничего Сделать Вайпер Пока Не может По крайней мере Нужна Поддержка Чтобы что-то Вышло У него Магическое Сопротивление Очень хорошее И Брони Тоже Очень много Там его Еще Соларом Бафают Поэтому Да Вайпер Это Вайпер Это явно Не та цель Которую Ты пытаешься Как-то Эмбер Спиритом Пробить Вайпера Ты пытаешься Убить Ну Либо Косой Какой-то Когда у него Прямо Мало Либо Попытаться Как-то Дать Блэкхол И Тогда Его Уже Забрать Сейчас Найдут Абада Абад Дасты Дасты Не попадают И В гостволки Абад Но он Подцентрёй Он подцентрёй И пытается Сделать Абад Блэкхол Конечно же От 33 Понятно Что В такой ситуации Можно и в одиночного Персонажа Скастовать Можно Да Рефрешер Нажать Там Кстати В другой части Карты Нажимается Рефрешер Тут же 33 Может он куда-то Может Куда он не может Прилететь Просто нажимает Рефрешер Потому что Ну надо Чтоб рефрешер Кулдаунился Чтоб у него Блэкхолл был А рефрешер Кулдаунился И Нужно идти Разводить на Блэк Срочно Потому что Несмотря на то Что у Эмбрис Теперь это уже Нет Аегиса Всё-таки Блэк Этот блокер Это тоже Важный момент Сейчас Нападение Было На Вайпера Ну как вы понимаете Вайпера Очень сложно Поэтому Он стоит На передине Планеты Сейз Оракул И Сейвит Всеми возможными Способами Хороший Выбрасывает Тинь Очень хороший Но имеется В принципе Здесь и Форс Мгновенный Под Глимером Ну такое ощущение Знаешь Что вайпер Просто не ощущает Смотри Он же фуловый Хотя Ну то есть У него нет Какого-то То есть Он не кого-то Там под сатаником Побил Да Не съел сыр Или там У него не залил ХП Там какой-то Дазл Он просто стоит С огромным ХП-регеном С грифзами Пайпом Лотусом Артефакты Которые дают Регенерацию здоровья Очень серьезно Еще и тучу кидает А туча Там дает 8% Спеллайфстила С талантом Что как бы Много Такой момент А где Ага Только что убили Лондруида Медведя Можно попробовать Подловить А у него А у него Не погоди У него есть другой Ну понятно да Что если ты еще одного Забираешь То Медведю становится Очень грустно Байбэк у инвойкера Так сфорсить Не получилось Он все Время Которые Должен был отсидеть В таверне Отсидел Сейчас выйдет На свободу С чистой совестью НП очень аккуратно Играют Но теперь Выходит у нас Именно фнатик Цепляют мне Кача Робить его Не получается Литеран Не самый удачный Только потом Лишь тиннику Используется Шрайн Перед смертью Шрайна Просто Такой Бойбэк И минус Преон Туда еще Санстрайк Кому с пруты Закинул Аббет Ну так На всякий случай И для вижена Да Может там вижен Понадлется Какой-то Ну и пусть просто Мало ли Мало ли что Преимущество Преимущество Нипов Вырастает До 11 тысяч Они успешно Контролят И фармят Карты Но вот сейчас Они потеряли Ну потеряли Пятерку Пусть и дорогую Но все же Пятерку Так что Это не Столь Важно Плюс Нейчерс Профит Герой очень мобильный Если надо будет Он выкупится Прилетит Аббет Апает 25 И берет Бласт Или Торнадо Сейчас узнаем И хочет Хекс Хекс нужен Для того Чтобы с Эмбером Справляться У Эмбера Еще Нет Все-таки Одна смерть А Нет Погоди Я помню Там где На шрайне Бладрака Там он погиб В самой Кровопролитной Битве Пожалуй В этой игре Но так Его очень трудно Убить Если нет Хекса Подцепили Торнадо Плюс стенка Но тут же Эмбер Спирит Улетает В итоге Фурионы На байбек Не получилось Развести Во-первых Фнатики Пока просто Боятся Куда-то выходить Потому что Все-таки Знают Что у Энигмы Имеется Блэк Холл И Фурион В любой момент Может выкупиться И оказаться В замесе Где бы Эта драка Не происходила У меня такое ощущение Как будто Фнатики Не особо пытались Фуриона Развести на байбек Они так Никуда особо Не шли Секекса Тогда уже можно будет Какие-то атаки Планировать Ибо Ну без кекса Ну кого-то тут То есть У нас Что не драка Это какой-то Обоюдный Обмен любезностями Да Там Пытаются вот напасть На Эмбер Спирита А у него Ремнанд Ну и чё Типа Ну то есть Никак его не подцепить Никак его не убить То же самое и Нипы Они тоже куда-то выходят Пытаются как-то пробить Вайпера Потому что Другие герои Просто не подставляются Подставляется только Вайпер В итоге все вливается в него Убить его не выходит Потому что У него Огромный хапориген Спейлайфстил есть Ну а если К нему какой-то Критический урон наносится То там тут же Вступает в игру Оракл Дает свою ульт Дает бафы И Вайпер все это дело Успешно переживает Так что Скорее всего Какая-то активность будет Когда вот Аббет Купит хекс И нафармит на байбек Потому что одного хекса Ему мало Но у него уже есть хекс Да, хекс есть А вот байбека нет Если он просто погибнет То игра закончится Поэтому ему надо На байбек нафармить Но вот они пыча тянут Я пока не понимаю То есть казалось бы Это в их интересах У них есть преимущество Довольно долго У них на карте Было Экономическое превосходство Над соперником И Причем превосходство В драке тоже У них Было и есть до сих пор Это Энигма С Аганимом БКБшкой Рефрешером Надо Надо идти Надо что-то делать Потому что Вот когда ты просто Стоишь И ничего не делаешь Твое преимущество Простаивает А у врага появляется Артефакт Такие хитсы Ну или файр Это может решить драка Пытаются напасть Ну и пошел сразу Хитс у нас на Некрача Ну и форстаф Проказ опять же От инвокера В пустоту Врывается Тинни Проказ дает Поднимаются Раза ветра И блэкхол Ни в кого У нас Открылится третьего Ну когда-то Это должно было случиться На самом деле Заходит Далбертитан Под БКБ Просто изничтожает Тинни А это Тинни Между прочим Кстати Без байбека На данный момент Можно попробовать Было бы За фокус Тем дроспиритом Чем Инвокер Без с Эмберцом Был не в позиции И на этом Замес закончился Потеряли только Лишь одного Тинника Посмотри Опять какой жесткий Замес У нас Казалось Но При Одном минусе Одном минусе На Тинни Сразу Бросились Убегать И Непонятно Правда Здесь еще Сейчас поймают Еще Эмбер Эмбер пожадничал Блоким паром Могут же Хватить урона Нет Все-таки урона Не хватает Там Лучше Снимается БКБ И Эмбер уходит Уходит Причем в топ Может его как-то Еще подцепят За ним гонится Аббет Но Хекс пока в КД И даже если бы он его догнал Он бы его вряд ли бы забрал У Фнатик Замечательная выживаемость Плотность У них С этим все В порядке Но Проблемы С контролем Которую они сейчас решили В принципе С помощью Хекса А вот урона Пока все-таки Не хватает Надо еще Медведю Абисл Блейд Приобрести Тогда контроль Будет чуть-чуть Посерьезнее Так что там взял Медведь Медведь в итоге Взял Атакующий талант На 25 Не стал брать Спелл и Мун Для мишки На Батлкрай Это какой у нас Второй Плюс сыр Плюс Айгис Ну знаешь В принципе Это может Ничего не значить Потому что Игра у нас Довольно долго Тянется И без каких-либо действий И то что Фнатик забрали Айгис и сыр Это Может как-то Может и не простимулирует Их на какие-то Активные действия В итоге Преимущество 10 тысяч Осталось только 4 Теперь У Фнатика Айгис и сыр Соответственно От Непол Чего-то На данный момент Не стоит А вот Фнатики Посмотрим Будут ли они Что-то Менять Книжечки Книжечки 33 приобретает Ну если ты не качал Талант На Эдолонов То скорее всего Ну надо брать Талант на Малефайс На 25 Вот Но против Малефайса Там есть Пьюрифайн Флеймс Ой-ой Фортензент Конечно же Лотусы Гривзы И прочее То есть это в принципе Все можно будет Сдиспелить Но Когда все это Закончится То вот этот Прокаченный Крутой Малефайс Он конечно очень много проблем Может доставить Там Суровейший просто Микростант Если что Если что Длительность 1 секунда Ну и Сколько Плюс Плюс 5 Получается 8 секунд Да Тут же Странно что не улучшается Вроде как за счет талантов Должны показывать Прокаченную Версию Скилла Но тут почему-то этого нет 8 секунд Ты стоишь Дизейбер Ну не стоишь А вот периодически Дизейбер Суммарным временем На 8 секунд На боте Пинькиль начинают Ломать Бараки Это очень плохо Сюда надо идти Кому-то дефать Ну это у нас игра Уже Переходит в раздел Макро То есть Микро в тимфайтах Уже не столько Сильно будет решать Потому что Ну там Блэкхоллом Промазать конечно можно Но Это сделать трудно Я думаю В 30-летии Больше не допустят Такую ошибку Торнадо от Абы Нужно жать БКБшку Жать не пришлось Потому что ЕП не приземлилось Должным образом Нападать на Медведя Медведя есть Это все под шрайном Не пов происходит Летит трещина Трещина попадает По Энигме Энигма Блин Сейчас откатится И надо врываться 33-й выбирает позицию Видит куда давать Блэкхолл Но прокает Колдснэп БКБ у него уже Нет Не хочется прожимать Рефрешер Чтобы БКБ обновить Ну и вроде бы как И без Блэкхола Расправились Гонятся за Абэдом Абэд дает еще Один Колдснэп Пытается убежать А Тос Летит на Эротаксин Пытается забрать Какой жадный игрок А все-таки 33-й Ты посмотри Вот Зажухил Рефрешер БКБ В итоге вообще Ни одного Блэкхола Не дал Жадность в этом случае Победила его Победила В любом случае Не сказать что Все очень плохо Потому что в это время Забирают Лон Друида И теперь Теперь Хорион делает Вайбэм Вайпер Салвер Титаном Выгрызается с Тинни Тинни отбрасывается Эбалэншем И пытается уйти Кидает свое дерево В помощь Скажи Для того чтобы убить Ну и Очень долго Тинни на самом деле Живет У нас все-таки Доголупали А в это самое время Некар получает кекс И может за кекса И получится убить Поднимает себе ветра Нет Некар не выжил В этой ситуации Знать Клыка возьмется Казалось бы Медведя убили косой Если что Он 145 секунд был в таверне Да Файт-рекав Конечно просто дикий Плюс 3600 для одной команды Я только сейчас смотрю И просто Все вообще тут Не хватит даже Я не знаю Пальцев И тебе и мне На руках и ногах Перечислить все спеллы Которые тут были прожаты Поскольку раз Но PPD конечно В макро Тут сейчас будет Делать грязь Телепортация Без кулдауна Он тут удаст То сюда Баунтируны забирает Бараки пуши Там бэкдор протекшн Пока не подключается Вот-вот должен подрубиться Так что знаете Пока особо не дергаются Еще раз прилетает ПPD Но тут уже бэкдор Блинг берет себе орка Чтобы очень проще было Врываться Ну надо на байбеке разводить То есть вот Эмбер выкупился Надо чтоб еще Некрофос выкупался Это понятно Потому что Надо как-то Все-таки эту игру Понемногу заканчивать Фнатиком Стараться Да Иначе Вот сейчас Тридцать третий допустил ошибку Не дал ни одного Блэккола в тимфайсе А потом уже Он эту ошибку может не допустить Нападает на PPD Этот назойливый Нейчерс Крофит Все-таки достал Видимо Абада Вот решил С ним расправиться Немного не своевременный Катаклизм Надо было в телепорт Давать на катаклизм Потому что Ну Там вроде бы Как Задержка применения Катаклизма меньше Чем задержка Телепортации Ты успеваешь попасть Ну с санстрайком По крайней мере Можно успеть в телепорт Если вовремя Даже есть время Переинвочиться Ну а Катаклизмом Еще проще Ты Переинвочиваешься На санстрайк И дабл кликаешь То есть там не надо Целиться Вот так что Притом если бы Получилось Него сейчас убить Как раз Питер делал Именно Байбек В прошлом замесе И вы понимаете Сами что Это могло быть Чуть ли не Ключевой ошибкой Может Лундруид Тот же самый Уже готов Драться И фнатики Понимая что Прошлый замес Они выиграли Достаточно уверенно Что на данный момент Развели хотя бы Кого-то там На байбеке Можно было бы Даже попробовать Что-то сделать Но тем не менее Абсолютно верно Ты отметил До этого Энигмы не совершала 33 Делал все Очень здорово И в принципе Мы видели Что кое-как Они замесы Выигрывали Вот именно Мы отмечали Это ранее Что замесы Они выигрывали Не в салат Но они выигрывали А сейчас Ошибка 33 Стоила Их просто Их просьба Их просьба Дэмэдж наносит Но медведь Но медведь Забрать Но медведь забрать не получилось Некров Я так понимаю Да Некров Косу не потратил Он умер Слишком рано Либо оказался Адзонином Если честно Вот покажите мне Драфты обеих команд И скажите Что сейчас идет 58 минута игры Я бы Я бы тоже не поверила Я бы Не-не-не Я бы сказал Что Пикам Радиант Это проиграть невозможно Но пока все идет Потому что Некров Допустит еще пару ошибок Энигмой И могут проиграть У них сейчас там Частично отсутствуют байбеки Торнадо Пустречено Неплохо все это залетает 33 Есть блинк Есть пх Но БКБ БКБ да появляется 33 готовится прыгать Убили вайпера Титан начинает наверх Посмотрите Дистанция БКБ Насколько здесь серьезной БКБ кончается И тут же Диджи вынуждены набегать Еще одно торнадо Которое цепляет только Эмбер Спирита Второй блокбол у нас идет Просидеть в таверне Три байбека от Фнатика Выкупается инвокер Вайпер и Титан В топе Медведь уже начинает Там работать Блин вот макро Конечно очень серьезная Тут я у одной И у другой команды С одной стороны Нейчерс Профит Который порталится Он конечно медленно Но вот так Понемножечку По кирпичику С вышки отгрызает А с другой стороны Медведь с агонимом Там уж если замешкался То можешь без стороны Остаться очень быстро Вот надо Аккуратно действовать Так Фнатик у нас Байбеки потратили Да да Сейчас у нас три Байбека от Фнатик И игра 59-60 минута матча У нас идет И до сих пор Я не могу сказать Кто выиграет В этом матче Ну вот я могу тебе так сказать Что в ближайшее время Эта инициатива В руках НИП Потому что байбеков У Фнатиков нет У них есть ультимативное оружие Это блокхоллы И если 33-й Все сделает правильно То НИПы должны Вот буквально Двумя моментами Двумя выпадами Выиграть эту карту Но пока Блэкхоллы в КД Пока нет рефрешера Пытается Фнатик Как-то пробить Своего соперника Он сейчас хочет Телепортироваться В бот Видимо баунтируны Забирать Мишка пока что Чилит в боте Не призывают его сюда Можно было бы Его уже направить Куда-то натравить Вайпер Не пробивается Вообще ничем У него летят Нулифайеры Всякие Нюки Ему на чехать Он под Действием своих пафов Под действием еще и Солара Не пробивается Оракл Вайпер Сам Со своими пассивками И просто Айтем бил Вайпера Вы по нему Просто посмотрите На него Как этого Чудовища Уничтожить Непонятно Какую-то Кирасу Чтобы вообще Выживаемость На 100% Ну и Как вы видите Он справился С Таваром Теперь Дело за бараками Ну там Мишка уже В боте подходит То есть вот Сейчас Вайпер Торгует лицом В Мизе А Мишка тем временем Съедает бот Вот наконец Не хватало этого Медведя конечно Красиво Вот макро Поехало Да У Фнатиков все-таки В этом плане Как же он лупит Посмотри Надо его забирать Это просто На секунды Да сейчас он Ну медведя Самого Убьют Но тем не менее Он сделал свое Грязное дело А Вайпер Пипеди там тоже Грязь совершает Милишный барак Сейчас будет атаковать Ренджован уже сломал Еще плюс пеньки Кираса Владмерс есть Пеньки бьют очень больно Спирит Берр телепортируется В ход для того Чтобы все это дело За Д Хоть здесь 33-й должен сейчас Целиться Блэкхоллами Через 10 секунд Появится основной Рефрешер Уже есть Задача навязать бой Любой ценой здесь У команды НИВ На Ремнете пролетает Эмбер мажет Фисты Чайны Комбинацию В инвизе Энигма в инвизе Ой какой опасный момент Инвокер Забрал хостук Понимают Инвокер тоже в инвизе Можно медведя шлюх Медведь у нас С байбэком Каса летит С помощью 145 секунд Там Рошан появился Но байбэк Байбэк Ты посмотри Слушай Сейчас Скорее всего Фнатикам Если НИП Отправится на Рошана Они в принципе Там неплохо могут подраться За счет того же Самого Блэкхолла И Энигма приобрела себя Shadow Blade Да я вот Это был просто Элис Это был именно Shadow Blade Да не успел Не успел Отметить этот момент Это очень важно Потому что гем Есть у Оракла Но Оракл держит дистанцию И если 33 Подкрадется Как-то Удачно То Выдать хороший Блэкхолл Не составит труда А это в принципе Все что не вам нужно Чтобы победить уже В этой 60-минутной Затяжной игре Просто дать пару Хороших Блэкхолов Пока соперника нет БКБ Что так нападают На Диджи Диджи БКБ прожимают Попадают на Оракла Они дают ему Кастовать спелл Два союзника В итоге вынуждены Оракл как-то бапать себя Хотят его забрать Касу Быть сюда На коса в ХД Оракл кастует на себя Полз Промис Умрет сейчас И потеряет гем Что немаловажно Потому что без гем Как раз просим Shadow Blade Да Обнаружить очень трудно будет Хорошо Блэкхолл забрали У Оракла Байбэка нет А гем? Ну кто-то подобрал Скорее всего Или да Два гема лучше Все подобрали Тини Тини Два гема Да Замечательно Теперь на Рошана Можно попробовать Сохотить Тем более Это третий Рошан Сами понимаете Что это Рефреш Это шерф Который может Создаться Энигви Ну тут Кстати Знаешь А не Погоди Тут можно Отдать Никру 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 Да Я тоже Придумала Потому что Если две косы Это так же Опасно На самом деле Особенно Если учесть Что у многих Героев Знать Ты видела Кстати Переделали Рошан Теперь Когда его В хрюшку превращаешь Он такая С чешуей Раньше он просто В свинью превращался В обыкновенную розовую А сейчас Это видно Что это Рошан Только сейчас Кстати Обратил внимание Интересно Как это заменяли Те фиксы Которых нам не хватало Что? Это те фиксы Которых нам не хватало Да Не ну Прекрасные в мелочах То есть Ты понимаешь Все так понемножку Ты делаешь лучше Я поняла Давай тебя на вас Хотя бы чему-то Не ну я просто удивился Я в доту много играю А этого не замечал Никогда И так У нас Все же Кому же отдали Нет Все таки Никми Ну вот кстати По поводу этого момента Достаточно сложно сказать Правильно ли это решение Потому что Не всегда ты можешь дать Два Блэкхолла А уж три и подавно Здесь три Это Просто Очень сложно Сделать Но Здесь Конкретно в этом моменте Это Конкретно в этой игре Это наверное Проще всего Ну потому что Против других драфтов Там когда там Какой-то Рубик есть Знаешь Или Варлок Там это намного труднее Потому что Один Блэкхолл Ты можешь Скастовать тогда Когда соперник Замешкался Допустим Вы убили Вайпера Ой Вайпера Варлока Или там Какого-то Я не знаю Сайленсера Врывается Энигма Дает Блэкхолл Первый Блэкхолл Ты дал Потом этот Саппорт Который может сбить Или там Любой другой герой Который может сбить Тебе Блэкхолл Выкупится Добежит до драки Второй ты уже не дашь Здесь как бы Особо-то героев Нет таких Можно да Конечно Помешать Энигмис Ставить там Как-то напасть На 33 Как-то Вот там Трещину Постараться кинуть Но Это Не очень легко Мягко говоря И 33 Держит позицию Хорошую Поэтому Если уж Есть игра Где можно Дать 3 хороших Блэкхолл Это наверное Вот это Ну или С подобными Дравками Играть Ну вот Сейчас можно Один уже Пилить Там Видит Медведя Коса летит И кстати Медведь у нас Лол Блэкхолл Блэкхолл по Вайперу Вайперов Крызаются Вайпер У нас Вайбэк имеется Да Нет У Вайпера Нет Вайбэка Он Конечно же Вайбэкается Абэк пытается Распроставаться Как можно Более жестко Потому что Если сейчас Они никого Не убьют На этой игре Для них Закончится Погибает Оракл Сразу же Вайбэкается Эмберспирит Выбивает Аегис Эниггму погибает Энигма делает Вайбэк Сейчас Рестница Эмберспирит После Аегиса В это время Динни Дерется У нас Против Элдертитана Элдертитан Под Ораклом Под Войбэк Войбэк В любом случае Элдертитан Выживает Выживает же Диджей Должен жить Да Все так оно и есть Выживает Но Нет вайпера Нет того Кто Раньше У фнатиков Вытанковал Весь демидж Появилось больше Слотов Гумяков Ну и сейчас Опять же Аегис Сыр И Падает сторона Без вайпера Танковать некому Вот вайпер Он может Как-то пойти В центр драки Притянуть на себя Внимание Чтобы тиммейты Как-то раскастовались А пока вот только Фнатиком остается Как вот надеется На прокастный локер Который выжигает ману Так вот снэп Хекс Это ненадолго Так трещину потратили Тридцать третий Готовится И прыгать Прыгать И блэкхол Давай Сейчас было бы Именно Вроде бы они надеются Что и так Получится забрать БКБ в КД Ждут Ждут пока БКБ Появится у Тридцать третьего Сейчас Титана Будут забирать Титан также умирает Без байбека Прокует баша По Тридцать третьему Он активирует БКБ Блэкхол пока что не дает Ну и видимо Мы не увидим От него Блэкхол Потому что Игра потихоньку Начинает заканчиваться Без Титана сложно депать Вайпер может выкупиться Вайпер выкупается Тридцать третий Ждет свой Блэкхол У него есть если что Шард Он может Дать Блэкхол Потом Шард Потом БКБ Блэкхол Как-то попытаться Но кстати Главное сейчас не умереть Потому что он тоже Без байбека И не будет вообще Ни одного Блэкхола Он пожалел Странно на самом деле Что он пожалел Но тем не менее Это говорит о том Что Понятно что Он пожалел Так С катаклизом Немножко кривоватый Он пожалел Блэкхол Потому что у него был БКБ в КД И типа Если ты прыгаешь Даешь Блэкхол без БКБ Тебе его легко собьют Но так ты можешь Прыгнуть Чтоб в пустую Рефрешер не жать Да Ты можешь прыгнуть Прожать Блэкхол Немножко подержать Потом тебе Блэкхол сбивают Потом ты жмешь Шард БКБ И уже тогда даешь нормально А он отдал Просто долгое время Был у него Да он наверное переложил У него был Шард На момент когда он умер Потом он выкинул Из инвентаря И Фата подобрал Ну потому что У него 80 секунд Нет Байбека Как бы Вот И Неплохо бы Чтобы его команда Имела максимально возможное Количество ресурсов При защите своего трона Сейчас Поэтому Шард отдали Тинни подстрел Тинни имеется Байбек Но тем не менее Не хотелось бы его делать Ну что Это в трон Похоже Хотя погоди Там же в топе Бараки И в миде Еще оранжовый барак Это все можно Очень легко уничтожить Ну если с медведем То и правда Можно Да 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 Это можно даже не в трон А просто мега крипов сделать Попытаться Это будут мега криповы На мега крипы Да я такого Давненько не видел Но стараются Никто конечно защищаться Я кстати давно тоже не видела Но тут еще далеко не кончится Отлично Кенц пытается забрать Забрать Эмбера Эмбер умирает У Эмбера есть Байбек Надо покупаться Медведь начинает Сгрызать милишный барак Под БКБшкой Очень быстро это делает Без Энигмы очень сложно ППД погибает У нас заспамился Титан Титан может сейчас Попытаться как-то Пролететь в эту драку Его очень не хватает Но у него нет траволов Медведь в итоге Сгрызает Его Евуля Он под бафом Лотусом Тем не менее Отправляется в космос Подрубается Багдор протекшн Срубить барак Становится труднее Но подалакрите Какой же чудовищный урон От медведя По баракам Летит катаклизм И это Мега крипы против мега крипов Вот это первая игра У нас уже идет 70-ая минута матча У них вообще могут быть проблемы Но здесь нет Все нормально Негр выживает Еще забирают медведя Но самое главное Что это Мега крипы На мега крипы Вот это первый матч Вот это как раз то Что хотелось бы видеть На мейджоре Вот это как раз То, наверное Которых игр Каких игр все ждали Просто На мой взгляд Это были достаточно Близкие матчи Даже когда я писала прогнозы И нужно было выбрать Там Нип или Фнатик Я не могла выбрать Потому что мне казалось Что это очень близко Я дружу в команду И ты посмотри Насколько равна игра Всю игру преимущества Там, ну То теряли То наоборот В принципе И та и другая команда А теперь Мега крипы на мега крипы Вау Пебеди Просто, видимо Специально умирает сейчас Его типует Не, мне кажется Он специально умер Ну Он же должен был знать Что так произойдет Просто он дал вижен Своей команде Команда касалась Мишка далеко Он может еще выкупиться Сейчас он выкупается Нападает на Абуд Получает косу Но он под БКБшкой Тут же его пытается Засейвить Не получилось Дать блокболу 33-й Как он не далетать Энигме Вот в чем Самая прелесть Эта замеса Позиционка У них потеряна сейчас Но они никого не потеряли В хрене Как вы видели А вот и потеряли А вот и потеряли Некрача Теперь я напоминаю Что тяни без вайбека Тяни пока под БКБ Не самый удачный Даггерал Пытался сделать Поэтому можно сейчас Надо жать рефрешер 33-й Иначе будет поздно Вот не жмет Вот прям до конца Вот очень опасно Там Нечис Профит Пытается спилить трон Но его убивает вайпер БКБ от ППД ППД пытался делать телепорт Но перестало работать БКБ И нейротоксин Который дает сайланс Прервал телепортацию И еще поймали здесь Эмбер Спирит Эмбер Спирит тоже без вайбека Боже мой 33-й Так блокбола не дал Что это творится? Что? Что происходит? Это три героя без вайбеков Ну Я даже не знаю Некар пытается выйти С помощью телепорта У него это получается сделать Но все В любом случае 100 секунд Это слишком много Плюс Если учесть Что имеется лон друид Со своим медведем Да это конец игры Тут нет вариантов других Это все То есть тут Это уже все Это не защищается Совершенно никак Там голый трон Сейчас просто чуть-чуть Продавить линии Чтобы какой-нибудь там Жулик не Попытался трон разломать Нападают на Инвокера Инвокер находит с байбеком А он с байбеком Парни Есть рефрешер Косы не будет Ну я не знаю Либо 33-й сейчас Делает Невероятную работу Над ошибками Дает Блэк Холд 5 Либо это конец Я не верю Что он даст Блэк Холд 5 Это невозможно Фнадик просто встанут Ничто не заставит Их собраться вместе Репрешер покупает Некрофос Да зачем он вместе собираться Смотрит на медведя Смотрит на медведя Как раз 33-го Они смогли первые замесы выиграть И очень круто провести Помнишь вот этот замес на топе Когда он смог в деревьях замонтить И красиво там получилось Потом в итоге Блэк Холд дать Потом замес на шрайне Там тоже все в принципе здорово было А дальше я хочу сказать Что одна была ошибка Когда дали рефрешер не Некрофосу Не я понимаю о чем речь Но опять-таки Это игра Где в принципе Ну знаешь Иногда ты берешь Энигму И там ну хоть что-то появляется Здесь Энигма был Ластпиком Если я правильно помню И в принципе против Героя 33-го Очень мало было Персонажей хороших Которые могли Вот что-то сделать И в итоге мы За последние 20 минут Не увидели ни одного Блэк Холд Я понимаю что это сильно так Как бы утрировано Просто нам надо наверное Заканчивать и на следующую карту Переходить Но если детально рассмотреть Там было много моментов Где 33-й мог получше сыграть И дать хороший Блэк Холд Хотя бы в кого-нибудь одного И вот его крайне Вот такая знаешь Жадная игра Когда он не прожимает рефрешер Чтобы заново обновить БКБ И уже хотя бы один Блэк Холд Хорошо скастовать Не вышло Не вышло На вторую карту В любом случае Эта игра была Шедевральная Мне она очень понравилась И несмотря на то Что я не очень люблю Прямо такие долгие матчи Затянутые Но здесь как раз В конце самое интересное И произошло То ради чего В целом стоило подождать Мы переключаемся На небольшую музыкальную паузу И Фнатик против Би Вторая карта Буквально через пару минут Субтитры подогнал «Симон»